Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, видео о моих 10 либо 11 не имело популярность, имело успех и хорошо было принято моими зрителями. И одна зрительница написала, я вам, понятно, что вы не делаете, хотя на самом деле все мои не туда не вошли. А что же вы делаете? Сегодня я расскажу вам о том, что я делаю. Если это видео тоже вам понравится, я запишу повторное видео, потому что есть очень много вещей, которые меня характеризуют, мою каждодневную рутину, выходит за собой, выходит и общение со своей семьей. Но совершенно точно все не уместится в это видео. Если вам понравится, если вам будет интересно, я запишу продолжение этого видео. Но сначала очень хочу ответить на вопрос, потому что я не успеваю отвечать на все комментарии, но поэтому я так не люблю негативные комментарии. Они занимают мое время и отнимают возможность ответить кому-то другому, потому что в ленте потом комментарии, на которые бы я хотела ответить, они опускаются вниз, и я не могу их найти, потому что YouTube студия дает возможность прочитать тебе определенный блог. А под каким видео был оставлен комментарий, я найти не могу. Одна зрительница спросила, Яна, если брюки укороченные, можно ли носить телесные колготки и надевать обувь, я так понимаю, достаточно закрытую. Я могу вам совершенно точно сказать, не носите телесные колготки, не потому что это модно или не модно. Телесные колготки, очень тонкие колготки, они, как правило, имеют 10 ден, возможно 20 ден, они вас не согреют. Носите совершенно точно либо плотные колготки цветные, это могут быть темные бордо, темно-синий, темно-зеленый цвет, либо носите фантазийный носок до колена. Поверьте мне, теплый шерстяной носок, купленный в мужском отделе до колена, он будет вас греть. Трудно поверить, но это действительно так. Кстати, вы на самом деле можете надеть и телесные колготки сверху брюки, и потом вот такой носок. И фантазийный носок в полоску, ну каких-нибудь таких мужских расцветок, можно найти в Мага, можно найти здесь в Виталии в обычных супермаркетах такие носки. Это будет самое то, это будет фэшн, это будет очень-очень стильно. Итак, мои, да, которые я делаю, которые, возможно, меня отличают от многих зрителей, но я уверена, что с многими очень-очень делают похожие. Первое, я делаю массаж мячиками своего лица 2, а то и 3 раза в день. Я нахожу эту технику очень эффективной, я нахожу эту технику очень-очень нужной для себя, потому что на монтаже от негативных комментариев у меня появляются морщины. На самом деле, годы берут свое мимику, очень тяжело контролировать, я могу сказать это по себе. И у меня морщины вот здесь, я буду склонна к морщинам вот здесь, и я также морщу нос. И могу сказать, что массаж, самомассаж, это то, чему я готова петь оды и записывать видео. Они, к сожалению, имеют мало популярности, даже не знаю почему. Но могу сказать, что я сейчас больше за массаж, любой массаж, пальцами, ложками, кто-то нашел его очень полезным. Скоро я запишу массаж не просто мячиком, а двумя мячами. Наконец-то мой муж занес мне два мяча для гольфа, но это могут быть любые мячи, жесткие, либо мягкие. Я объясню в том видео, какими они могут быть и должны быть. Соответственно, я очень и очень полюбила массаж. Я вижу, как это действует на мое лицо, как это позволяет мне чувствовать мое лицо, и как это позволяет мне действительно расслабить вот эти заломы, которые могут сформировать мне, прежде всего, морщины. Сколько раз я делаю массаж? Два раза минимум. Я делаю с утра массаж мячом, вот таким образом, пока Данечка моет руки, одевается с утра, это все растягивается на какие-нибудь 10-15 минут, я могу привести себя в порядок. И я также делаю массаж обязательно вечером, когда Данечка уже спит. Иногда я монтирую, иногда я просто читаю комментарии. Я тоже включаю компьютер и одной рукой делаю с мячом массаж. Именно поэтому я хотела два массажа, чтобы было все более эффективно. И я делаю массаж также часто, когда я стою на кухне. Вот, например, чтобы спагетти, если я варю спагетти, либо крупу, чтобы вода не выкипала, стоишь и ждешь, стоишь и ждешь. Ты можешь либо на кухонке убраться, я очень люблю использовать время вот так, с пользой, либо массаж сделать себе. Соответственно, у меня мячик для гольфа, есть в халате, есть в любой домашней одежде. И у меня вообще 6 мячей для гольфа по всей квартире разложены. Поэтому я, скорее всего, делаю 2 раза минимум, 4 раза в среднем я делаю массаж своего, я надеюсь, прекрасного лица. Что еще? Красные ногти. Да, я люблю красные ногти. Я считаю, что женщина с красными ногтями выглядит классно. Я знаю, что это не для всех. Я знаю, что кому-то не нравится. Но для меня, как для блогера, красный маникюр также очень удобен. Потому что бежевые покрытия, нюдовые покрытия, они, кстати, очень благородно смотрятся на самом деле. Но когда начинается трескаться покрытие, неважно, лак это либо гель покрытия, туда сбивается микрогрязь. Например, если вы мама маленького ребенка, часто чистите бананы, открываете бананы. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И нюдовый маникюр для меня неудобен. И плюс красный маникюр, мне кажется, всегда более фэшн. Поэтому я очень-очень люблю красные ногти. На мне практически всегда ногти красные. Кроме, наверное, тех случаев, когда я рисую. Я человек, который ему нравится рисовать. Я думаю, это с многим меня сближает, у кого-то есть хобби, у меня хобби рисовать. И моей особенностью, моей живописи, моей писанины является то, что я рисую руками. Никогда не рисовала кистью, либо кистями, кистями, да. Всегда рисую руками. И у меня потом, наверное, недели три из приноктевого пространства выходит краска. Особенно если я рисую масляными. Да, мне многие советовали очищать руки маслом от масляных красок. Это действительно очень эффективно. Но все равно, я думаю, многие понимают, художницы и художники, что руки очень долго требуют восстановления. И очень долго они выглядят, на самом деле, какими-то неухоженными. Хорошо, если я рисую светлыми красками. А если я рисую темными красками, например, вот как здесь коричневые элементы, то, в общем-то, руки выглядят очень-очень странно. Я покупаю одежду клон. Это была... Эта особенность на нее мне указала. Я на самом деле всегда о ней знала. Но обратила мое внимание одна зрительница на моем новом канале о минимализме. Она сказала, Яна, как интересно, вы раскрыли концепцию минимализма в одежде. Покупать всегда одинаковую одежду. Скоро я запишу видео о своих покупках. Я снова купила себе три юбки разного цвета. Абсолютно одинаковые. От одного производителя. От одного фасона. Из одной ткани. Но разного цвета. И, например, эта блузка есть у меня также в красном цвете. Если бы была еще в зеленом, в синем. Я бы, наверное, смогла себе приобрести. Потому что я очень люблю вещи-клоны. Они облегчают компоновки. Они облегчают составление ансамбля. То, что тебе идет, ты, в общем-то, то и покупаешь. Только в разных цветах и в разных тканях. Если повезет, конечно же, найти. Поэтому вещи-клоны в одежде меня очень и очень характеризуют. Еще одна вещь, которая характеризует прежде всего мой день. И мое отношение с детьми, а также с мужем. Я очень часто, очень часто в течение дня говорю своим детям, что я их люблю. И также говорю своему мужу, что я люблю. Вообще, вот говори своему мужу, что ты его любишь. Ты такой классный муж у меня. Ты мне так нравишься. Я рада тебя видеть. Вы знаете, это на самом деле улучшает качество семейной жизни просто в разы. Улучшает атмосферу в семье просто в разы. Даже когда ты не чувствуешь, тебе кажется самой надуманной вот эта фраза. Я так тебя люблю. Я так рада тебя видеть. Вы знаете, это работает. Это очень-очень хорошее. Я даже не могу назвать техникой. Это очень хороший способ. Способ создавать климат внутри семьи. И начала я это делать, когда возила Габрюшечку в сад. Мы едем в машине. Мы едем в машине. Я ему говорю, мы никогда не слушали радио. Либо если только Габрюшечка просила, я отвечала. Мы всегда ездили в тишине и разговаривали. Но вот бывает образовывались такие паузы. Я чувствовала, что мой ребенок задумался, смотрит в окно. И я ему говорила, Габрюшечка, ты знаешь, я так сильно тебя люблю. Как правило, потом была тишина. Я ему говорю, Габри, ты уходишь в сад. Я так сильно по тебе скучаю. Я так рада тебя видеть, когда я забираю тебя из сада. И Габри мне всегда отвечал после вот таких фраз. Мама, я тоже тебя люблю. Габри вообще очень суровый такой ребенок. Очень сдержанный. Очень-очень, по всей видимости, будет умным человеком. На данный момент он самый сообразительный из всех моих троих детей. Очень суровый, как я ему говорю, вырастет мужчина. И тем не менее, именно с него началась вот такая моя привычка говорить своим детям, что я их люблю сейчас. Чаще всего я говорю, и от меня слышат фразу, я так тебя люблю, мой муж, а также Данечка, потому что я чаще всего их вижу в течение дня. Меньше всего получают такой фразы, реже, точнее всего, слышат. Это Егор и Габрюшечка, потому что Егор вообще очень поздно возвращается. Два раза в неделю он возвращается в начале седьмого. И, соответственно, кого из детей меньше вижу, тот меньше слышит. Но всегда каждый ребенок как минимум два раза, вот прямо-таки с приветствия, когда первый раз встречаю его в течение дня, и, как правило, когда отправляю спать, но на самом деле эта фраза лучше всего ее произносить, когда человек вообще не ожидает, когда ты сам не ожидаешь, что ты ее скажешь. Вот просто образовалась пауза. Человеку очень-очень приятно слышать, но самое главное тому, кто произносит, это тоже очень, видимо, очень хорошо повышает настроение. Я не знаю, как это работает, но это меня характеризует, мой день также. Также зерна. Я ем пророщенные зерна, потому что, да, потому что они меня насыщают, и потому что мне не нужно варить. Я тоже много раз рассказывала, что, зная о пользе пророщенного зерна, я думала, что, во-первых, зерно очень трудно проращивать. У меня есть видео на канале. Если вы не знаете, как пророщивать зерно, попросите меня, я скину вам ссылку. И, соответственно, я ем пророщенное зерно, потому что очень удобно. Я однажды замачивала крупу, которую нужно перед варкой, она прям-таки интегральная, интегральная, замочить на 6 часов. И вот таким образом я про нее забыла, и она у меня проросла. Я поняла, что такую крупу можно жевать не готовя. Представляете, какой экономия времени. У меня, кстати, часто на канале за мою экономию, за мою экономию, ну, я прям-таки бы сказала, стебут даже, не просто ругают, а именно такой жесткий стек происходит. Но, тем не менее, зерна пророщенные позволят мне экономить электроэнергию. Я, кстати, в этом случае хотела даже пошутить. Представляете, я рано спать ложусь. В прошлом своем видео рассказала, представляете, сколько я электроэнергии экономлю, потому что я все уже в 9, 9.30 уже сплю, свет не зажигаю. Также и зернами их не нужно варить. Представляете, сколько я электроэнергии экономлю. У меня, кстати, индукционная плита в Италии. Это большая-большая роскошь. Что еще меня характеризует? Я покупаю одежду... А, да! Конечно же, меня характеризует то, что, несмотря на то, что тоже очень много критики я получаю, я считаю себя минималистом. На данный момент, заведя, тем более, второй самостоятельный канал, я совершенно точно могу сказать, что я считаю себя минималистом. Скоро я выпущу видео, почему я не езжу на показы. Очень интересный был комментарий про другого блогера, которого везде зовут. Я расскажу на своем канале новом, почему я не езжу на показы, на различные вот такие встречи, которые могли бы повысить уровень, наверное, моего канала. Я расскажу об этом. И могу сказать, что, несмотря на то, что я считаю себя в полной мере минималистом, здесь и сейчас совершенно ответственно заявляю об этом, я покупаю очень много одежды. Я люблю красивую одежду. Я, к счастью, научилась выбирать ее таким образом, что то, что я покупаю, я потом ношу, у меня не лежит. И то, что я покупаю, я в этом себя очень классно чувствую. Одежда приносит мне радость. Я считаю, что вещи в нашей жизни должны приносить нам прежде всего радость. Тем более, мы столько работаем, чтобы иметь возможность обладать определенными вещами. Возможно, у вас, кстати, это не одежда, а что-то другое. Ведь не обязательно одежда должна всем приносить радость. Так, сколько у нас? Уже 11 минут. Уже 11 минут. Давайте я озвучу последнее. Что, 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 чтобы такое мне вам про себя рассказать. Ну, прямо таким. Ну, давайте это видео я все-таки закончу тем, что я убираюсь так же каждый день. Я убираюсь каждый день, потому что, да, потому что я спокойно к этому отношусь. Я поняла, что если я хочу жить в чистом месте и в месте, где порядок, где вещи на своих местах, я должна прилагать максимум усилий к этому. А на данный момент уже и минимум усилий, потому что я и расслабилась. И, в общем-то, эхо многие зрители на моем, в моих видео не случайно слышат, потому что мало вещей вокруг меня и вокруг моей семьи. И могу сказать, что я совершенно спокойно убираюсь. Мне легко это дается. Я это делаю каждый день. У меня всегда чистая квартира. Но так было не всегда, когда, например, ко мне приходила помощница по хозяйству. Она это делала, приходила очень часто в обеденное время, в особенности, когда родился мой второй ребенок. С утра я прямо-таки была вообще не в состоянии кого бы то ни было упустить в свой дом. К обеду более-менее мне удавалось хотя бы расчесаться, зубы почистить. И могу сказать, что вот до обеда я прямо-таки аккумулировала какие-то кучи-кучи беспорядка, которые потом этот человек разбирал за мои же собственные денежки. Я поняла, что гораздо для меня эффективнее, гораздо для меня удобнее действительно делать уборку самой и делать это каждый день. Я поэтому убираюсь каждый день. И я думаю, что это меня характеризует. Но давайте последнее я вам расскажу, а остальное все интересненькое на другое видео оставлю. Я человек, который очень спокойно сейчас относится к очень дорогим вещам и к очень недорогим вещам. Для меня, на самом деле, основным критерием стало нравится мне это, не нравится, насколько это функционально, насколько это качественно за вот эту цену, которую здесь сейчас я готова заплатить. Поэтому, в общем-то, в том, что касается одежды, в том, что касается вещей для дома, в том, что касается, наверное, всего-всего-всего-всего. Я всегда рада заплатить чуть-чуть поменьше, получить чуть-чуть побольше. Но самое главное, я совершенно больше не имею вот этих лимитов, что я буду покупать только дешевое, либо только дорогое. Я буду покупать прежде всего то, что мне нравится. И поэтому меня окружают вещи совершенно разной ценовой категории. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова